Республиканское юношеское соревнование по шатакан-каратеду «Звезды Полесия» проходило в Модре уже в седьмой раз. И не было еще такого случая, чтобы этот турнир получался заурядным состязанием с обычным, скажем так, составом участников, без представительства всех ведущих школ и центров развития белорусского шатакан-каратеду. Мы проводим соревнования уже в седьмой раз. В седьмой раз у нас большое присоединение спортсменов. В этом году это около 190 участников из пяти областей республики или из 18 клубов. Соревновательная программа этого турнира была традиционна и вместе с тем разнообразна. Возрастные разделы это от 6 до 15 лет, это юношеские соревнования. Специализация это ката, ката индивидуальная и ката командная. И кумите, кумите индивидуальная и кумите команда. Есть еще такой раздел ката командная микс, там где команды смешаны. Могут быть мальчики, могут быть мальчики с девочками, то есть без учета разницы пола, да, то есть смешанной команды. У Натальи Николаевны на этом турнире выступает кроме воспитанников еще и сын Михаил, которому на роду, наверное, написано заниматься этим восточным единоборством. Так как и папа, и мама посвящают всю жизнь этому делу, впрочем, как оказалось и Миша, несмотря на малость лет, уже увлекся каратэ. Мне нравится этот спорт, я уже его делаю 4 года с садиком, можно сказать. Я буду выступать в кумите, в командном кумите. Желаю выступить на отлично, чтобы получить первое место. Примечательное было и выступление на турнире Дарьи Потаповой, еще одной представительницы мозорского клуба каратэ Сайдакай. Дело в том, что у Даши 2 ноября день рождения, и выступление на турнире стало лучшим подарком этой симпатичной девчонке, которая видит в своем любимом каратэ какую-то особую красоту, даже, можно сказать, изящество. Мне очень нравится, потому что некоторые думают, что карата это грубо очень, но это красиво. Сначала я стала ходить, мне так не сильно понравилось, иногда было даже больно, а сейчас я уже привыкла, и мне нравится очень. Кстати, Даша на этом турнире заняла высокое четвертое место в разделе «Командная ката» вместе со своими подругами Анастасией Серебрянниковой и Викторией Карпенко. Вика и Настя отличились также в индивидуальном кумите, заняв четвертое и третье место соответственно, и еще одна бронзовая медаль пришлась на долю Марии Афанасьевой в индивидуальном кумите среди девочек 13-15 лет. К сожалению, не столь успешно выступил сильный пол из числа каратистов команды хозяев, но это обусловлено молодостью сборной команды клуба Сайдакай, и, конечно, сильным составом участников, в котором выделялись такие клубы, как Саева, Пинск, Ягуар, Минск, Гепард, Смолевичи. «Мне очень приятно еще раз приехать в Мозырь на турнир «Звезды Полесья», который стал уже традиционным и в определенной степени брендовым для Гомельской области. В прошлом году мы отмечали юбилей этого турнира, а сейчас особенности его состоят в том, что только-только приехала наша команда чемпионата мира в Польше, и после небольшого перерыва там вновь были представлены спортсмены из Мозыря. Это Николай Ильюк и Илья Мельник, которые не выступали в роли статистов, а привезли серебряные и бронзовые медали с этих соревнований. Организация, как всегда, на высоком уровне, спортсменов много, и очень приятно, что шатакан карате развивается не только в столице, но и во всех регионах нашей республики». Андрей Яковлевич – настоящий патриарх белорусского шатакан-карате-до. Его главная движущая сила и показательно, что этот человек старается развивать свой вид спорта, приобщая его к театральному искусству, что, согласитесь, не кривиально. «Действительно, наша федерация уже в течение пяти лет сотрудничает с Большим театром оперы и балет Республики Беларусь. Наших спортсменов-каскадеров привлекают к оперным спектаклям для того, чтобы зрители услышали не только замечательное пение, но и динамику развития событий на сценической площадке. Нам это сотрудничество тоже очень нравится. И в нашем репертуаре уже пять спектаклей, которые действительно украшают белорусскую сцену. Это «Трубадур», «Курантот», «Аида», «Набука» и «Седая легенда». Приходите, пожалуйста, и в оперный театр тоже». Мы и раньше подозревали, что спорты и искусства идут рука об руку, но, честно говоря, были приятно удивлены, узнав о плодотворном сотрудничестве представителей мира карате и такого камерного жанра, как опера. Впрочем, карате универсальна, и еще грань его привлекательности – это то, что этим единоборством, пришедшим к нам с острова Кенава, можно заниматься с самого раннего возраста и до глубокой старости. Карате вообще как вид боевого единоборства – это уникальное средство целенаправленного развития ребенка, человека, как в физическом, так и на родственном плане. Поэтому неоценимые занятия карате абсолютно для всех возрастов. И это дает очень большой прирост и в моральном плане, в физическом. Я всегда говорю своим воспитанникам, что такой вид, как карате, позволяет вам развиваться абсолютно во всем. Поэтому я рекомендую этот вид всем – и маленьким, и большим, и взрослым, и ветеранам. Между прочим, Олег недавно победил на чемпионате мира, выступая в командном турнире среди ветеранов. И его пример – лучшее подтверждение тому, что карате можно заниматься и на профессиональном уровне, когда тебе за 50. В завершение мы не можем не сказать слова благодарности организаторам турнира. Прежде всего, клубу «Сайдакай», педагогическому университету имени Ивана Петровича Шамякина, предоставившему свою базу для проведения данного соревнования, и все отделы Мозорского районного исполнительного комитета, которые были задействованы в проведении этого настоящего прекрасного праздника карате «Звезды по лесу». Продолжение следует...